Ну, кстати говоря, вот здесь все-таки есть преимущество тех команд, в которых в составе есть игроки с огромнейшим пулом героев, с большим соло рейтингом. Почему? Объясню. То есть, ребята, у которых высокий соло рейтинг, лучший, да, в мире или в своем регионе, например, у них огромный пул персонажа. Они могут отыграть на всем. И на всем они играют очень круто. А если у вас таких игроков три, то, соответственно, вам, если даже предложат пул героев и 30 персонажей, вы всегда сможете подобрать хорошие баны и хорошие пики. Просто потому, что не будет тех героев, на которых у вас мало практики или на которых вы играть не умеете. На всем тут можно исполнить. Поэтому Team Liquid здесь, наверное, смотрится одной из самых предпочтительных команд рамках данного турнира. Ну, понятное дело, что в других коллективах тоже хватает исполнителей. Да, у них может быть соло рейтинга меньше и так далее, но все-таки вот значение и вес вот этого вот паблик-игр на таких персонажей, которые не в мете на профессиональной дата-сцене, он все-таки решает. Так что посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот мы видим, что ни Свена, ни Штормспирита, ни Урсы, ни Луны не появятся в третьей карте, в случае, если таковая вообще случится. Если вдруг Кайпи смогут выиграть карту по номерам 2. В чем я сильно сомневаюсь, опять же, по одной простой причине, что перепиков противника в первой карте они не смогли выиграть. А такое обычно очень сильно давит на мораль. Бэйн появляется пиком третьем у Кайпи. Неплохой подбор суппортов получился. ЦМ, Бэйн и Уфлэйн Тэтхэнтер. Не хватает коров. Коров здесь еще в целом хватает. Мидеры есть, и керри хорошие имеются. На мид у нас там паки, верки какие-то могут заехать. Из того, что осталось, например, Рейзер, СФ, Квин оф Пейн. То есть хватает керри. Ну и на позицию керри тоже, пожалуйста. Фантом Лантер, Энти, Мак. Кстати говоря, есть Хускар в пике. И он может заехать в целом для Тим Ликвид. Паджик, ну конечно, ну как же без Паджика? Ну мы видим, что Ликвиды не особо парятся под выборы героев. Все-таки они больше на исполнение хотят вытащить. В общем, это мы с вами и увидели. Выигранная игра только за счет хорошего исполнения, не за счет драфта. Пожалуйста, Паджик один из тех героев, который требует... Ну, во-первых, понимание игры на этом персонаже. Не просто бездумно хуки давать, а нужно место занимать, нужно позиционку занимать. В нужный момент хукать своих или хукать чужих и так далее. То есть нужно играть на Паджике умно, а не просто брать Паджика кидать хуки. Я думаю, что у Тим Ликвид есть такие игроки. Рейзер. Рейзер пиком в четвертом заходит для Кайди. Опять же, драфт очень симпатичный. Вот он реально такой жесткий, боевой. Тут есть сложно пробиваемый герой Тэдхантер, Бэйн, Рейзер, Нюков. Поначалу хватает. Есть кем гангать, есть кем фармить, есть кому выиграть файт 5 на 5. То есть такая вот реведж, например, да, и в составе Кайк. То есть такой очень даже сбалансированный пик получается. Появляется у Вивера у Ликвид. Хорошо. Героев остается все меньше и меньше. Еще буквально четверых нужно убрать, еще два персонажа все еще останется. Меньше половины. Ну вот, обычно в таких Best of 3 противостояниях, конечно, хочется увидеть три карты. Вот мне просто очень-очень-очень любопытно, что, какие драфты вообще останутся на карту под номером 3. Неважно, в этом ли матче это случится или в следующем, напомню, OG и Escape Gaming будут сражаться дальше, также в Best of 3. Но очень хочется посмотреть карту по номерам 3. А вчерашний игровой день нам третью карту не показал. OG, точнее, EG справились в комплекте с учетом 2-0. Еще одна встреча была, там тоже было 2-0. В общем, очевидные фавориты, очевидных аутсайдеров в двух картах избивали. Ну, хочется, конечно, три карты, а самое главное, посмотреть финал в Best of 5. Best of 5 это легенда. Best of 5 на пятую карту, мы тут посчитали, остается 22 персонажа. И 20 из которых должны будут либо быть забанены, либо должны быть пикнуты. Это жесть. 22 героя. Очень хочу финал, уже хочу посмотреть финал, и очень хочу посмотреть финал достойных команд, которые все переведут в пятую карту. Если я не ошибаюсь, первый сезон как раз-таки был сыгран в пять карт. Или в четыре, вот тут меня память может и подвести. Но вроде там была довольно серьезная интрига, и пул героев был довольно забавный на последнюю карту. Ну, это то, чем прекрасен этот мод, это то, чем прекрасен этот турнир. Посмотреть на гибкость команд, гибкость капитанов, подстраивание под ситуацию. Под ситуацию в ограниченное время, конечно же. Ну, просто так, типа, капитан может сидеть, там, например, там, обычно смотреть. Ну, вот у меня такой набор героев, вот сюда бы хорошо зашел этот персонаж, ты смотришь, а этого персонажа уже нет. Его пикнуть или забанить там будет невозможно. Нужно уже выбирать какие-то альтернативные варианты. Под него подбирать суппорт каких-то и так далее. Выстраивать какую-то стратегию. При ограниченном пуле это сделать не так просто, и только самые крутые капитаны могут нам показать хорошие задумки. Ну, или, в принципе, можно не показать задумок, можно взять магнуса и хорошо исполнить. Такой вариант тоже присутствует. Ну что, ласт пик. Лик. Зюз. Ребята пытаются получать удовольствие, набирая тех героев, которые наверняка понравятся зрителям. Здорово. По идее, сейчас у нас должна стартовать уже непосредственно игра. И именно эту десятку героев мы с вами увидим. Во второй карте предоставление Team Liquid и Kipe. Что ж, интересно, забавно. Ну ладно, пока у нас лобби прогружается. В общем-то, драфты вы уже увидели. Все равно какое-то время пройдет, потому что лобби загружается все-таки в дотке, а не на сайте, где мы сейчас смотрим с вами драфты. Разные системы. Я покажу вам табличку, например, как она выглядит. Вчерашний игровой день. Мы видим TeamNP переграли Digital Chaos с счетом 2-0. ЕГЭ выиграли у комплекса 2-0. Ну и вот сегодняшние два матча. Это Liquid Kipe, который мы сейчас с вами наблюдаем, и OJ Escape, которые стартанут, если я не ошибаюсь, в 22 московском времени. То есть через полтора часа. Ну и опять же, если мы закончим раньше, возможно, старт будет тоже раньше. Если позже, то, соответственно, тоже позже. Ну, простая сетка. Double Elimination. Все матчи даже в лазерах Best of 3. Ну и финал, гранд-финал Best of 5. Еще раз напоминаю, формат такой, что разыгрывается 20 тысяч долларов. Тоже, в целом, неплохие бабки за фановый турнирчик. Одно расписание на сегодняшний момент. На сегодняшний игровой день. Сказать говоря, оно неправильное. Да, тут написано 17 сет. А, тут время же переводилось совсем недавно. Тогда правильное. Потому что сейчас 17 сет, так понимаю, это 19 в Москве. Значит, да, 20 сет, 22 в московском времени. Значит, я вас не обманул. Все в порядке. Ну и мы начинаем подгружаться уже. Отлично. Поехали смотреть. Так, видимо, есть определенные проблемы. Хорошо, давайте пока расписание опять посмотрим. Кто-то где-то не подгрузился. Мне вот скидывают сейчас в твиттере. Большое спасибо, друзья. Потому что вы помогаете мне находить информацию о нужных мне там каких-то моментах, о нужных игроках. В частности, по GH году сейчас даже скинули видеоролик, где он на Магнусе там хайлайты делает какие-то. Ну, мы хайлайты видели и в предыдущей катке. Мне этого вполне хватает. Я после первого уже, первых двух реверсполярить, я уже все понял. Я понял, что этот парень реально может стащить соло. Что, собственно говоря, он сделал. Пишут ZEVS старый. Ну, это, видимо, на сайте у Монтак ТВ там не обновленная моделька, судя по всему. Не так важно. Так, мы что-то не подгружаемся совсем. Англоязычные товарищи у нас там какие-то проблемы испытываются с подгрузкой. Ну, ничего страшного. Мы их подождем. Ничего страшного не случится. Ребята, помню, что студия RUHUB для вас на протяжении сегодняшнего вечера будет показывать огромное количество матчей. Все это происходит на параллельных каналах. Прямо сейчас Imperial против Fantastic Five на канале ESL One RUHUB. Заходите, смотрите. Лекс Милла комментирует. И буквально через 13 секунд старт матча на Dream League. Сейчас я вам даже скажу, какой. Потому что там сегодня тоже были какие-то переносы. Так. Какой там матч, в общем? Какой там матч? Я вообще не знаю, какой, но в общем на канале Hitbox.tv. Два RUHUB будет трансляция Dream League. Сегодня там запланирован один матч. А вот Virtus.pro против TeamNP. Вот так вот. В общем, смотрите тоже там будут комментировать. Вилат и Факер, по-моему. Чтобы три параллельные трансляции сейчас запускаем и будем смотреть. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем наблюдать за фановыми играми. Team Liquid, Kipe 1.0 повторяю в серии. Вторая карта. И вот такие вот замечательные персонажи у нас с вами присутствуют в игре. Любодорого будет понаблюдать. Конечно же, MIP. Я даже не знаю, в чьих руках. Кто у нас должен играть? Square SE это, по-моему, Rise все-таки. Все-таки это должен быть Rise. А который КП-33 это The Kun. Пытался навыть информацию впервые. Ну, вроде как-то. Вообще, в старом составе Кайпи The Kun исполняла роль уфлейнера. До того, как Sing Sing покинул эту команду. И команда полностью расформировалась. Был в миде. Ну, видимо, вот в этом обновленном составе у них несколько ролей поменялись. Ну, так же, как и у Team Liquid. Team Liquid тоже. Начинали с того, что у них бегал Матумба Мэн на керри, а Миркл стоял на центральном коридоре. Потом Матумба Мэн начал иногда смещаться на позицию суппорта. Ну, опять же, актуальный вопрос до сих пор. Он висит в воздухе. Он все еще безответный. Это куда пропал Бульба? И вернется ли он в этот состав? Ну, признаюсь честно, я очень даже не против. Вот прям очень не против. Я не буду кривить душу. Я скажу, что мне очень понравилось, как играет GH Год в этом составе. Потому что он показывает крутые вещи. Может быть, пока это только на Магнусе, так он может. Но мы сейчас попытаемся увидеть, насколько он хорош, также играя на Зевсе, например. Ну и давайте сразу же пройдемся по составам. Поглядим, кто на ком исполняет. Матумба Мэн играет на Суппорт Дазли. GH Год на Зевсе. Майнд Контрол сыграет на оффлейн Легион Командер. И Миракл будет исполнять роль Керри Вивер. И Куроке сыграет у нас на Суппорт Паджике. Ну и что касается Кайпи. Бон Севен сыграет на Тайдхантере в оффлейне. КП-33. Ну, Рай, скорее всего, займет. Таки центральный коридор и будет вставить его на Мипа. С.Е. Вот не знаю, кто из них. Кто-то из них Зекун, кто-то из них, короче, Рай. Ладно, не буду путаться. Не буду путать и вас. Просто назову С.Е. Раз С.Е. назвался, так и будем называть. Его С.Е. Он сыграет на Рейзере. Соответственно, 33-й играет на Мипо. КВМ. Румынский игрок сыграет на Бэйне. И остается Милан. Текущий игрок. Элемент с Pro Gaming. До сих пор сыграет еще. И сыграет на Crystal Maiden. Расставили варды. Ну и, конечно же, на первых минутах, когда есть в драфте паджик, наши обычно все внимание прикованы именно к этому персонажу. Потому что он сейчас будет бегать и давать хуки. Кстати говоря, может начинать он не с этого расклада. То есть не сразу бегать и уничтожать противника. Может быть, какие-то пулы сперва сделает. Может быть, зафармить лес. Играя в сторону Dyer, мы знаем, такой обуз вполне возможен. Просто выхукивая одного крипа из этой пачки в центр, можно неплохо пулить. Но пока этого не происходит. Ну что, в миде мы с вами увидим, противостояние. Нипо и GH года. Ну, пошли пуфы. Стандартная игра на мипу, понятное дело. Пуф на пуфе. Получаем второго мипа. Начинаем фармить и центр. Сразу же и леса, и так далее. Зарабатывая громко количество денег. Милан. Crystal Maiden, мы знаем, отличнейший лесник. Через фростбайт спокойно может забирать крипов. Без каких-либо проблем, не теряя здоровья. Так что, тоже пока начинает с лес. На нижней линии у нас Legion Commander плюс Dazzle. Помните, я вам спрашивал, какие вы можете найти с комбинацией, да? Более-менее такие адекватные, скажем так, в составе улик между героями. Сочетание способностей. Вот, например, Dazzle плюс, наверное, Legion Commander, это все-таки хоть какая-то но комбинация. Ну, то есть, можно там вив какую-то дать, а разница армора будет залетать с дуэлькой Legion Commander. И если вдруг проблемы будут у Legion Commander, будут ее вкусить, будет Крейв. То есть, Legion Commander под своей дуэли будет жить. Ну, как-то так. Хоть какое-то комбо, да? Хоть что-то. Вот эти два персонажа сейчас стоят на оффлейне. Противостоит им здесь Бейнт КВМа. Вот, краски Рейзер тоже здесь. Неприятная линия, стоит отметить. Много и магического каста. Здесь есть и физический урон за счет Рейзера. Плюс ко всему будет чистый урон за счет Брейнтсапа Бейна. То есть, подставляться, например, там уже Dazzle здесь ни в коем случае нельзя. Ну, и тут, я так понимаю, будет тактика сонного отсоса. Не знаю, работает она сейчас или нет, но раньше это было, когда можно было через Найтмар выдавать Рейзер-овский истатиклинг. Но противник постоит на месте, ты не высасываешь весь дэмэдж, потом противник просыпается, оказывается, что у него ноль дэмэджа, точнее он даже в минусе. А Рейзер в внезапном таком шикарном плюсе. Ну, тут сонный отсос может сработать. На линии. Ну, и даже не на линии, не на линии даже кто-то замес, например. Посмотрим, попытаются ли такое сделать. Но тем временем в миде прошла атака и, пожалуйста, первый выход от Милана и тут же GHGOT не справляется. Забирают его. Отличная игра от Crystal Maiden. Ну, Милан выформил себе уровень 2, а даже уровень 3 мы видим, поднял только что. Спокойно переместился в мид. Зевс, вот чем мы слаб, конечно, персонаж, тем, что у него отсутствует поначалу какой-либо escape до покупки, там, не знаю, Юлла, Фростов, какого-то блин дакера. И его очень даже легко можно поймать. Дать замедление, дать фростбайт, мипа подходит прям вплотную, раскастовывает два пуфа друг на друга. И с таким количеством урона Зевс не справляется обычно. Ну, такой фростбайт делает кайпе. Ну, напомню, опять же, первые карты они тоже очень серьезно доминировали. У них было все замечательно. Они вели там с счетом 13, 2 или 14, а что-то такое. Ну, а чем это закончилось, мы помним. Ну, и верхняя линия. Здесь Тайтхантер. Он был в целом. Против Миракла. Миракла на Вивере. Комфортно фармить Тайтхантер ему не особо сильно мешает. Ну, просто потому что Миришник тут до этого ранжевого героя скорее всего просто не дотянется своим энкосмешем. Ну, с другой стороны Тайтхантера погмать скорее всего тоже не получится. Ну, что он бегает вот дает свои вот эти вот дебафы. Пусть есть пассивка. Винлей, чтобы ему спида было побольше и собирает весь урожай экспириенс. Где-то даже каких-то крипов ему перепадает. Комфортно себя чувствую. Что у нас здесь происходит? Табу с Ботла, что ли, что ли? Табу был куплен. Есть ПТ. Но мипа левел пятый уже. Кристалл мейтен левел четвертый. Тоже неплохо. И пошла погоня за Куроки. Вот Куроки пока мы не видели. Куроки ждал. Куроки фармил себе левел третий. Теперь второй хук. Есть сапог. Он довольно быстрый. Довольно быстрый. И должен перепечаться по карте. Вопрос, кого как говорить? Кстати, вопрос принципиальный. Просто посмотрите на цели, которые есть у Кайпи, на этих героев. Вот первые четыре персонажа их хукать вообще не хочется. Ну просто потому, что ты их не пробежишь. Они очень толстые. Он, короче, занимается мячами. Отпуливает. Хорошо, отпуливает. Замечательно. Вот. Только потому, что ты кого-то хукнешь из них и он, скорее всего, не погибнет. Рейзер себе дороже. Бэйн себе дороже. Мипа себе дороже хукать. Тайдхантер тоже себе дороже хукать. Ну, остается только Кристалл Мейтен. Кристалл Мейтен единственный персонаж, которого хочется хукать, хочется убивать. Остальных прям вот совсем не хочет. Совсем никак. Хукнешь Рейзер, сам погибнешь. Получит отиклинг и не уйдешь. Так, опять-таки, в мид пошла атака, заходит заспи, должен быть хук спасительный. А спасительного здесь не было. Дальковат находился к уроке. Но вот Милана цеплять можно. Отличный игрок. Уроки собирает фраг. От МИПа нужно бежать. МИПа снова дэмэджем. Размен один в один. Но он опять-таки на руку кайпит. С учет того, что они разменяли суппорт на мидер. Здесь все же отчасти страдает. Но пока неплохо отыгрывать 33 на этом герое. Все получается. Цемк помогает. Миканки хорошие. Плюс хорошая аура работает на постановлении МП. Сейчас запустят еще и ботл. То есть нет проблем с пуфами. Пуфы можно бесконечно использовать. Трактически. Да, пока все здорово. Пока 2-1. По-прежнему на фрифарме Миракл. Вот он только-только добирает Тайдхантер. Он вообще космешен. Тут очень неприятно. Минус 31 урон. Итого остается только полтинник. Правда, недолго он тем не менее. Очень-то круто. Но Тайдхантер спокойно получает экспу. Уже левел 5. Сейчас будет. Вот прямо сейчас уже получает. Попытаются ли как-то его убить. А вот как убивать? Подхил пошел. Пойзон тач с вормой. И Тайдхантер в наглое делает. Тайдхантер хватит ли урона? Урона не хватает. Да, все-таки вот тоже нужно отметить, что с контролем есть определенные проблемы. Тем веке сдержать противника на месте, фокусить довольно тяжко. До этого будет Легион Командор, который возможно купить себе там либо Shadow Blade, либо Blink. Это и дизейбл, и это дэмэдж дилер. Одновременно. Ну, есть еще паджик, но паджик это такой-то нестабильный, скажем так, дизейблер. То есть ему еще нужно подойти до противника, чтобы дать дисмембер. Или их укануть, что тоже не всегда получается. Надежда есть только на Легион Командор. А все остальные просто не имеют станов элементарных. То есть вот там вивер, какой-нибудь тазов. От них просто от Хантер в наглую например делает ТП и ничего с этим не поделать. Пока получится, сваливает. Так, у нас игра пока очень спокойно развивается. Так, уроки вдали возможность пофармить немного и постоять на оффлейне. Только потому что отсюда сместился Mind Control, Mind Control, сапог, Аронталон. Вот не уверен я, конечно, что нужно возвращаться на оффлейн. Все же там фарма минимальны, ему достается. А вот в лесах пофармить с таким-то скилл билдом и с таким айтем билдом думаю одно удовольствие. Легионка в данной ситуации слез вынесет просто больше, чем с оффлейном. Потому что оффлейнен делать нечего. Во-первых, всегда есть риск того, что ты можешь погибнуть. Тебя сцепят, опять-таки очень быстро убьют. Плюс, если грамоты суппорта занимаются тем, что отводят крипов, формят спауны, то линия не пушится в твою сторону и ты по таверам будешь долго куковать без крипов. А вот с леса хорошо. Делай себе стак, фармишь, через армталон, четвертый уровень. Это получит левый 6, можно под смоками пойти, под код забрать. Тэдхантер, левый 6, пока не вкачивает, между прочим, себе реведж. Думает, надо, не надо, пригодится, пока не пригодится. Внутри 20 команд еще не собирается. Хорошо, и выйдет Бон Севен Хук. В разрез, как раз таки, кидал к уроке, прям, я даже сказал, на ход противнику, но не попал. Хорошо среагировал Бон Севен. Так, опять-таки, находят здесь стаки, говорят, Мипа, приходи, Мипа, фарми. А что у Мипа? Мипа, поинт-бостеры, Мипа, выйдет в ранние огни. Так, арыза где-то все-таки пришел. Ну да, вот не удержался, майн-контрол, увидел, что линия пушится, попытался, так понимаю, помочь, как-то там, может быть, заластхитить свой тавер, может быть, прогнать противника, все-таки, обернулось для него. Печально, погибает от дает килл. Отследства просто не выходил, наверное. Стоять там, получать себе свой артефак, чтобы быть полезным. Пошел убивать к уроке, хуком вплотную мажет по Милану, Милан на развороте фростбайт еще, гаш, есть реведж, между прочим, качан. Мимер Миркл-то ускоряется, Миркл попытается сейчас взять CM-ку, хороший ультимейт Зевса, по итогу минус один, фойзен тач, бодиблок от Мирокл, не крит, не крит, не крит, не крит, не крит, как же он не крит? В целом не выдерживает откидал свой ревод. Хук очередной мимо от к уроке, но вот хук сейчас очень сильно пригодился, потому что подтягивался уже Зевс, правда он был без МП, но тем не менее, я думаю, в четвером смогли его запитать с руки. Это не факт. Но в любом случае куками попадать надо. Куроки пока делает поправку на ветер, пока прицеливается. Видимо, самые нужные, самые такие вот профитные, скажем так. Хуки появится чуть позже. Это такая типичный расклад для паджика, например, ты можешь, я не знаю, подряд 20 хуков промазать. И то же самое с Мираной, да, ты можешь подряд 20 стрел в никуда, просто в молоко, так не попадать. И это вообще не будет иметь какого-либо значения в случае, если ты на 21 раз даже такой хук, за счет которого ты, например, быстро сможешь вместе с вами тиммейтом убить чужого кора. Вы выиграете счет этого драку. Или такая стрелка лазает на 5 секунд, за счет которой вы сможете перевернуть замес. И все ваши промахи, они уже не будут быть никакой значения. Но это середина Мипа, пытается его взять через дуэль, и... Да, удается выиграть дуэль, неплохо. Рейзер начинает драться, потягивается Милан, есть просто байт, паджика здесь нужно отдавать, паджик сможет ли. Суицид, нет? Данай не прошел. Через рот, и по итогу размин 1-1. Но то, что убивает Мипа, это здорово, конечно. Мипа убивать нужно. Почаще желательно. Потому что Творс у него просто какой-то фантастический. 5-500. Вивер, стоящий на фрифарме на легкой линии, отстает на полторы тысячи. Да, праздность, конечно, велика. Поэтому вот мне понадобится гангать почаще. Ну и буквально через там уже 800 голдунь появится еще один клон. Формить будет еще эффектнее, нападать-то будет жестко как. Не упустить бы этого героя из видов. Тем не кает. На этом паджик уроки, 2-1-1 пока, левел 6-ое, слава богу, что-то говоря, в полный порядок. Что у Джаш года. Вот у него старт выдался, конечно, не очень крутым. 0-2-2 пока. Ну, один был полезный ультимейт, помним в предыдущей драке. Хорошо зарешил. Ну и легионка. Пока ПТ. Есть выигранная одна дуэль, 10 лишних дэмэджа. Неплохо. Хочется, конечно, вот добавить немного инициаций. Плинк, темешно, то плейт, что-нибудь такое. Видите, вот это. Всем при этом, конечно, хочется вообще иметь какие-то ПКП-шки в этой игре, потому что Рэй будет то же самое, Crystal Maiden, Freezing Field, Frostbite, кристалл новый. Все это куча магического урона, который впитывать себя вообще не хочется. Нужно иметь желательно какие-то еще форстаф, желательно два этажа на команду, потому что, ну, Рейзер, статик линком будет впиваться, нужно разрывать цепь. То есть, тут огромное количество артефактов, которые нужно будет приобрести темлик. Ну, а Кайпика, в первую очередь, придумать сейв какой-то от дуэли. Потому что, если они спасают героя от дуэли, то больше дизайблов нет и уже чуть попроще стать драться. Ну и, конечно же, какой-то контроль на вивер еще придумать. Хотя контроля здесь в целом хватает. Тот же самый Бэйн, например, он не будет ничего вывалитать. подцепили Бэйна, слушай, хороший хук, откурать. Отлично. Зазевался здесь КВМ, оставался на линии, до последнего подфармливать, получать экспу, какой-то деньги. Это был наказан. Ну, эмипа, агоним уже готов. 12 минут, тайминг шикарный. Есть ПТ, есть ботул уже. 11 уровень, при этом еще сам. Собираем руны, контролем клонами. Силы света укорбили свои сооружения. Верхнюю башню сил света атакуют. Где-то кого-то можно напасть, например, вот сюда, дай тут же четыре клоуна начинает избивать бедную легионку. Нет, никакие призы атак, ничего здесь не спасает, если липун тебя достиг. Просто легионка таким образом даже уйти из-под этих лапки может, из-под этих лопат. Просто этими лопатками черенками по башке так, у нас виренем бэйн, брейнс обдал, ну вот уже практически свол хп здесь квм, подтянулся сюда, считает хантер, куроки в наглутах сделал, депаут, фризинг филы, рэвэдж вынужден тратить, фон 7, очень неприятно было бы в таком раскладе, конечно, отпускать паджика, а паджику, вот прям казалось, что даже переживал уже, фризик дел. ой-ой-ой, ой-ой, не по проблеме. Чуть не погиб, плохой рассказ получил от Зевса. Ну не забываем, что Мипа чем хорош, тем, что у него встроенный, а резист к магическому урону чуть выше, чем у остальных героев в доте. То есть у стандартный резист героев к магическому урону 25% у всех персонажей, вот, например, у рейцера, а у Мипа 35 тоже. Ничего не поду, а 35%. То есть у Зевсу еще сложнее проговорить, Мипа, чем другие герои. В нижнюю башню сил тьмы и атакуют. Вообще, не только Зевсу, любому нюкеру. Против них не положено. Он как лап приобретается в ними подальше. Ну, после раз, когда я видел этого героя, там любили подсобирать себя два Драгонлендса. На тот момент это было актуально, потому что Драгонлендс был не по нерфленным. Если не ошибаюсь, он давал что-то в районе 14 силы и за два Драгонлендса получал 28 силы. И стоило это на 1900 дешевле, чем Скаде, который давал 25 силы. Но в последнем, одним из последних патчей Драгонлендс был несколько пофикшен, там дает теперь, там 13 силы, один Драгонлендс, опять же, если ничего не путать, проверить. и может быть не так актуально стало собирать, потому что собирает исключительно ради 100 тонн. Да, 13 силы стал давать. Иной момент лучше купить себе какой-то Скаде, потому что по статам она будет давать примерно так же, а занимать слот всего лишь один. Но это более лейтовые раскачки для мипа пригодится, что мипа нужно быть заполнять свою, скажем так, инвентарь. Но посмотрим, пока еще рано об этом говорить, что мипа продолжает фармить, первый Драгонлендс от этого Драгонлендса не сильно скажется. Верхняя башня сил света разрушена. 15-м до встречи пошла тем временем, ничего не происходит. 64 довольно такая сухая, я бы сказал, игра, да, в исполнении Team Liquid и Кайпе. Но мы понимаем, почему вот Кайпе такая игра, потому что они отфармивают своих героев. Рейзер довольно много артефактов нужно иметь, чтобы быть таким статовым, плотным, чтобы быть живым щитом для своей команды, идти вперед, ничего не бояться. Но и мипа, конечно же, чем больше он артефактов имеет, тем проще команде. Но то, что Team Liquid не нападают, тут вот все-таки сказывается неудачно проведенная стадия лейнинга. Были проблемы, сейчас Паджика находят, просто так, через Проинсап, через Натурокиху, мимо, подтягивается Мирокла, сюда ставится Сентр, Мирокла, линка, пошел рэвэдж, сцепили, линку-то уже сбили, можно просто забирать героев, да, Мирокласть подловили, шелок рэвч на нем бесит, сможет ли он выжить, на таймлэпс, так понимаю, уже нет, просто погибает он, Паджик погиб, сделал байбэк, сует там героев, но, в свою очередь, вы знаете, после байбэка вернулись, майн-контрол подтянулся, мибо забрали, забрали двух суппортов, и каким-то образом еще 10 миликов и ответили. Ну, та же и в плюс к себе подрались, легион-командорка оказалась в хорошей ситуации, она смогла выиграть дуэль, или еще, тут уже 20 сала, лишнего дэмэджа, байбэк не делала, много урона донесла, баджик, и просто байбэк помог, баджик тоже пусть остался, несмотря на байбэк, и убивать мипы, это полезное дело, слишком дорогостоящий персонаж, слишком много за него дают, хук очередной, от куроки снова, слеп, рейзер потягивается, так вот, на техника сонного отсоса, хорошо, работает, работает замечательно, то шелу грейк не успел на себя накинуть, даззл, просто пока работала анимация, от этого шелу грейва, трейзер забыл тарапасты, уничтожил, жесть, силы тьмы укрепили свои сооружения, центральную башню силы тьмы атакуют, так, на куроки, снова на тропу войны, выходит, так, репов сняли, куроки, просто в наглых, шатки хуков, просто черепис мембер, отлично, выиграна эта уэлька, блинк-то появился, у нас контрол, только только, очередной хук не точно, развороте ловит, тэнсная от мипа, сеточка, еще одна сетка, держим на дистанции, по-моему, все равно идем вперед, зевса пытаемся взять, сей, от даззла нет, и под даззла самого, нет, хороший минус, паджик, снова хук, на свою голову можно, мипа подловить, погибнуть просто, да, не так все просто, конечно, очень тяжело драться, очень тяжело, куроки пока не удается сделать поправку на ветер, все мажет своими хуками, но вот в своих он попадает здорово, даже сейчас он крипа хотел поймать, в итоге нарвался на даззла, ну, может быть, уроки просто не такой опытный на паджике, есть у нас игроки во всех регионах, которые практикуют паджиков, на четвертой позиции, забирают себе, так как слил, недавно показывал паджик, по-моему, санек показывал паджик, тоже неплохого вроде как, было дело, помню даже, по-моему, пупей катал в одном из матчей, ставить им секрет на паджике тоже, еще были, много очень примеров было, паджики, заходили, от вингс паджики, заходили, что-то-таки о чемпионах мира, не забываем, но вот от куроки я не помню, если честно, где-то, наверное, пыл, но может быть, я просто проглядел этот матч, но пока просто с хуками не идет, дело-то все вроде правильно, он понимает, что нужно давать на ход, и так далее, но противник вертится, крутится, зараза, не стоит на месте, тяжело, а когда не так много дизейбла, например, нет в команде Пейна, нет в команде, кристалмейт, который может дать фростбайт, цеплять хуками очень сложно, надо уж как-то на опыте самому, ну что, майндконтрол-то хорош, майндконтрол-хорош, надфорс, у него, конечно, далеко не такой, как у Мипа, у Мипа там двукратное превосходство, фактически, появляется, между прочим, но все равно за счет драк, дается его убивать, но сейчас реведж, катился снова к уроке, проседает, есть ультимейт Девса, пошла атака, это дазл, фризингфилд наглый, Милан кастует, в общем, что бы то ни стало, и просто забирает с руки дазл, размена один в один, прошел реведж, здесь за счет реведжа разорвали паджика, легион командер, поставляется под гаш, квм тоже рядом, нет уже финсгрипа, там где-то еще погибает Девс, так, слушайте, сон, дальше, пикать вивер, 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 виверочек, аккуратно, аккуратно, под ми повстревать нельзя, еще хочется им тиммейту помочь, майн контрол здесь выживает, киляя на себя при за атак, тавр забирают кайпи, вы знаете, кое героев они не потеряли, Миракл здесь, линки его лишили, пытается в соло победить, сейчас ворумы накидывают, у Бэйна большие проблемы, есть брейнсап, тут же мега, ну как пробить, просто толсточерные персонажи, хорошие отзывы, залетает майн контрол, но вот не тянулся на дуэлю, на дуэль, возможно сделали килл, но не ми, а ми, просто продолжает заниматься своими вещами, что ДП, и тут же смазываемся, отлично, сбить эти пуфы нечем, ну и просто моментально свалил, ганг-антряд, одного оставляет на базе, просто так проще, действительно будет покупаться второй драгонлендс, но это тоже неплохо, на 28 ловкости, суммарно 26 силы, в общем за те деньги, за что продается драгонлендс, это того стоит, ну уже неоднократно было подсчитано, опытными мипами, что действительно стоит, лучше на 2000 голды, ну 1900 меньше потратить, чем на покупку скачет, купите два драгонлендс, да пусть занимает два слота в инвентаре, зато слотов очень много, и забрать такого мипа, ну очень тяжело, прямо сколько он жирный, 2000 хп, не парится, так, пошли под смоками, сейчас тем ликует, но они знают, у них есть окно, окно в котором нет реведжио противника, Мирка развлекает оппонента, есть хух, кристалл мейден была, приговорена, приходит те временем, мипа, хо-хо, с рассказами нас дазл, а тем кто делает байбэк, сейчас будет драка, легионка врывается, пока без дуэли, просто пытаются драться, сетки, сетки, нон-стоп, сетки с места, просто не сдвинутся, легионка в таверну, Мирку все-таки отпустили, потому что кучами пытаются спастись, паджак дал здесь мембар, перед своей смертью, перед своей смертью, в байна, только проваливают драку, очередной тем ликвид, но я даже не знаю, еще чего здесь камбэчить, все-таки зевс не магнус, и этот герой не из теории идеального замеса, это магнус может троих стянуть, и под каким-нибудь тимпауэром один из его керри раздаст и уничтожит пятерку, а здесь вот на зевсе, извините, как убивать мипа, вот просто как, чем, линзой, ой, сетка, какой дистанции-то, о-о-о, еще одна сетка, тп сбили, это проблемы, Миркул должен привыкать к себе внимание, он привлек, линку сбили, дали слип, здесь пытается уйти, здесь будет спасен, но есть рэвэдж, а вот Миракл не спасается, да, по итогу за ошибку Джейш Года, решается в своей жизни, вивер, нижнюю башню сил света атакуют, самопожертвование, самопожертвование ради тиммейта, как это благородно звучит, вообще здесь надо было отдать, вивер это, это все-таки шанс, какой ни крути, как ни крути, для темлика, ну просто вивер какой-нибудь с изолятором, но чисто в теоретически, где-то в пылу, в жару замеса, когда что-то, какие-то нюки летают, когда команда воюет, можно аккуратно выразить ЦМ, выразить, вырезать Пэйна, что-то хорошего урона, и где-то, может быть, даже удастся забрать им, очень опасно, пытается контролить, но богатство ЦМ, у ком не попадает к уроке, там бы помощь, конечно, последовало моментально, 5 мейта, боже мой, как их сдерживать, что с ними делать, как же быть, Хантер теперь еще и Плинк Даггер приобретает, но вот можно даже намного лучше позицию в драке занимать, и при этом самому инициировать, использовать этот Плинк, давать реваж, так что уже далеко стоящий Даззл тоже подставился, одно из ключевых моментов, конечно же, не позволит Даззл киндик Рейв, на майн-контрол, который даст дуэль в это время, там будет, на Миракл, который подстрянет под сетками, от Нипа, но снова бегают, снова пытаются вздевавшегося игрока, одного найти у Кайп, и таким образом, сдержать натиск оппонента, таким образом, просто не позволит подняться к себе на хайграунд, говоря этим героем, сейчас может выступить Рейзер, который пошел в соло, отпустит, ну куроки, давай, не пора, пора куроки показывать мастер-класс, куроки, ах, не дал, но очень опасно, хороший Тайдхантер, да блин, свалит майн-контрол, пошел на Рейзера, дуэль внезапно, засюржился, конечно же, за счет того, что там пассивка сработала от Рейзера, помощи никакой не было, в итоге на развороте Рейзер подрубает БКБ, статик линг, пытался делать ТП, майн-контрол, сбивает сетками Мипо, минус майн-контрол, остальные сваливают, вынуждены были, я понимаю, что нужно было, конечно, сдерживать Тайдхантера, потому что не было смысла от этой дуэли, если Тайдхантер продолжал ревенш, но у Тайдхантера ревенш, к сожалению, еще откатывался, так что, можно было Тайдхантера забить, и те два героя, которые еще были вместе с Легион-командой, это Паджик и Тазл, попытаться как-то все-таки Рейзера пробить, хотя, не факт, демеджи похватил, ну ладно, кто такое, дело уже минувших минут, а сейчас заход на хайграун, толкайпе внезапно, пытаются верхнюю ревену поломать, ну что значит, пытаются, они идут и ломают, просто идут и ломают, как депить, что делать, Паджик, он не попадает по бонсевну, пытается вырез, Меркл не хватает урона, буквально полтинник хп остался, не топили бонсевну, бонсевну чудом остается в живых, никто ничем помочь не мог, Зеховс, вот кто мог помочь, не успел отхилиться Тайтхантер, да, нужно его, нужно его запаса здоровья, хороший эшкад, видимо на момент, когда только-только добивали Тайтхантера, Зеховс еще не имел ультимейт, откатывался, как только откатил, сразу прошел, но тем не менее, остались без Тир Тритавара на верхней линии, неприятно, но вот скоро появится у Меркл, как раз таки Дизоль, конечно, вот одна Линькин-сфера, не обеспечивает, что необходимой выживаемостью, при игре против Мипа, на Вивере, все равно сетка, все равно сетки попадают, ну вот тут, Паджик сейчас, раз, все пошло, и прилетел Ганг-отряд, я вот пока не могу найти даже ни одного решения, как победить Нипа в этой игре, вот за счет чего, что должно произойти, чтобы они каким-то образом Нипа победили, даже если он просто возьмет, выделит всех своих пяти героев, пяти клонов, и отправит Райкликом на банк, что они ему взяли, тиммейты всегда рядом, тиммейты помогут, будут рэвиджи, будут какие-то сейвы, ну вот давай, Вивер, вот сейчас можно попытаться поломать с Дизолем, просто ими багаж, сбили Линькин-сферу, Вивер должен отступать, ми тут еще части, остались, чтобы добить барак, барак добивается, тут без хпшной, они нужно попытаться слить, ну как, как Айгис, есть Айгис, тут же сваливает, появилась краски на фонтане, один клон там оставался, все в порядке, минус сторона, ну тебе им ликовать, но может быть даже мое предположение, когда на матче сбудется, и мы серьезно с вами увидим третью карту, типа ограниченный пул персонажей, будет довольно интересно посмотреть, что же за драфты, там будут, но для этого нужно кайпи все-таки выиграть, но не уже на полпути, появляется Хекс, у мипа, у мипа, у мипа, вылетает через дуэль и накидывает на всеми своих проказчиков, тема уже четырех персонажей хватает, как-то против, ну и плейдэмэйл, легионка пытается себе тоже в храматике, а не полезная штука, ну и пока нет этого героя, между прочим, без вайбэка он бегал, ну, понятное дело, что вайбэкам, наверное, на данный момент не надо денег, просто потому, что тем ликвид не доберутся до чужой вазы, в ближайшие три цикла, но за счет того, что там, минуту целую нет мипа, вы вполне можете забирать тир-1 там, забирать дальше тир-2 там, и при этом не встретить никакого сопротивления стороны понятия. Этим и занимаются, через дезолятор, тавр падает очень быстро, пытаются сплитпушить, кайпи, на верхнюю линию сплитпушить нет особого смысла, потому что тут уже линия потеряна, крифы и так, почему бы уже не строить, не так страшно, что неужели, так игра он даже подниматься, но большой соблазн, конечно, тир-3 побиться, тут глядишь, даст еще и драку, без мипа, прикрепиться, вдруг полезут кайпи, реверс там имеется, и вот, конечно, вот он веер, пытается взять флук, тут же залетает, зевс, залетел, форстаф он вылетел, вылетел, к нему недалеко, слишком много урона в нем влетела, и забирают его, просто окей, секунду показал, что таким образом он пытался на себя внимание привлечь противника, только для того, чтобы Миркл жил, помню, как один раз Миркл героически пожертвовал себя для того, чтобы спасся зевсу, теперь обратное, ответка, скажем так, пошла, ок, пошел, отлично, по Милану, и нужно постараться забрать, Милан стал плотнее, стики прожал, мега еще и хорошая, тайтхантер, реведж, пошел слип, Милан, у него висит еще как раз таки в Турн оф Шадоуз, этот Турн оф Шадоуз его добивает, но в размен на двух героев, Дазл падает, падает и паджик, надо потом и говорил, ЦМ к стал плотнее, так просто не забрать, еще и Турн, конечно, Миркл, ой, поставляется, линку сбили, тут же слип, отличный играт КВМ, подтягивается Мипа, пошел Хекс, Плазма Филд, сейвить некому и нечем, таймлэпс еще завязал, отцепки твои не спасает, очередной хороший минус, остается без денег, так, ну и надо, надо теперь разводить на байбэк, нужно всем своим видом показывать, что буду ломать еще одну сторону, но вторую сторону должны быть, а чтобы ты не стал темнику цейвить, иначе никак, без двух сторон вообще играть будет невозможно, в дачный момент, Дазл должен возвратиться в игру, плюс ко всему, то есть испугались, Кайпи, Кайпи не стали собирать вторую сторону, не стали дожидаться байбэка стороны оппонента, я думаю, чтобы если немного еще под зажали, так, попают, то есть постарались еще побить ртри тавер там, накинуться, возможно, одного из героев, примерно Зевса, кого-то еще, скорее всего, вирус бы сделал байбэк, но там был большой риск того, что темлик от могли бы сами напасть, и опять там погиб какой-то рейзер, мипа, и вот, такого варианта явно не ожидали, даже не стали рассматривать, просто отошли, в этом есть смысл, в этом есть логика, 24-14, опять же, очень сильно страдаю, Team Liquid, ровно так же, как они страдали в карте по номерам 1, и было превосходство у Кайпи, 12 тысяч, было даже больше в один момент, но они смогли отыграть, не смогли перевернуть игру, 20 тысяч преимущество по экспириенциям, 20 тысяч экспириенциям, это не считается, не считается только потому, что мипа есть у Кайпи, а левел у этого парня всегда высокий уже 25, вот был этот момент, все-таки не безгрешно, играет мипа, как ни крути, 33-й разок допустил ошибку, он там поставился, где-то в лесу его приняли и смогли забрать, то есть вот на таких моментах, если удастся там дважды подряд тем не как-то подловить этого мипа, в целом можно будет игру переворачивать, просто ключевая-то проблема именно в этом герое, то есть даже не только проблема в Рейзере, да, он собирается на плот, то есть он статовый, он жирный, его можно убивать, ЦМ-ку можно, Бэйна, Тайтхантер, там он дал реведж, после этого он бесполезный, ну по этому делу там еще какие-то бафы навешать, Меккот, Пайп, сам главный проблем, мип, уничтожаешь мипы, ты царь, ты просто король на этой карте, осталось дело за малым, уничтожить мипа, так, Рошан, к нему подходят только команды, занимаются вардингом, девардингом, в это время клоны подпушивают верхнюю линию, вот за счет того, что конечно верхняя линия страдает, ликвиды в сознательном проигрышном положении оказывается, в проигрышной позиции, по той простой причине, что Кяпи могут не торопиться, они могут даже не навязывать никакую драку, а зачем? сейчас Тир-4 уже один погиб, второй Тир-4 тоже упадет, чем дольше ликвиды будут медлить, не нападать, не возвращаться на базу, тем Кяпи выигрывает игру, практически ничего не делает, вот сейчас Мерва пробегает, Рейзер видел, Плазмафилд пошел, Тайдхантер залетел, Рэвидж подаст, только одному залетает, Тазл нужно забрать, дадал, Либер Кейп, подхил, Шулу Грейв старается не потратить, но еще и так выживает, там Фризингфилд вивера, все-таки подловили, Зевс тоже страдает, Зевс таверну, ну и нужно ретироваться, остатком ликвид нужно, хотя бы сохранить свой второй Тир-4 тавер, вообще тяжело, непонятно что делать, просто зажимают и убивают, зажимают и убивают, Центральную башню сил тьмы атакуют, там эти Физел Блейдс уже появляются у мипов, в одной, в этой карте, причем 30 минут, я все что и говорю, ты говорю мипо, мипо, я думаю вам уже в порядке, но что делать, если фактически сейчас, этот персонаж, выигрывает не один в пять, ну по сути дела, то он может, даже например, мы возьмем Капи, уберем четырех игроков, то где-то даже, с более-менее равными шансами, Капи могут выиграть, из-за того, что у них есть герой, который в соло может справиться, просто потому что его одного убивать не получается, никаким образом, ну что ж, что ж, что ж, что ж, что ж, очень опасно в Рейзер давать хук, потому что можно узнать и Клинк, Даззл, но вынужден на себя Шелло Грейв тратить, конечно же 33-го не отпустят, еще и пошли Грифсы, следующий Пайп сверху, как-то все дело пробивать, Зев сдал рассказ, Лили Оегис быстро, неплохо завкусили одного клона, Паджик падает и временно, Мипа появится, Майн-контрол, Плейдмейл, дуэль дает, конечно же, но я проигрываю, не по себя, под Плейдмейлом не убивают, слишком жирный, байбекается, легенд-коммандер, отзывы дает, Мипа остается без хп, нужно чем-то добивать, вот он вивер, сформин, залетает вперед, подловить, 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 вон он тп делает, сбить, сбить, хоть чем-то, сбить, да не получается, склоны тоже сматывают, отличные пуфы, по итогу Мипа спасается, теперь же нужно разбираться с теми, кто в кайпе остался, но они вполне справляются, хотя бы удалось кристалмейден забрать, минус Рейзер, остается встает Хантер и Бейн, возвращается Мипа, через Трава, уже нет Зевса, суппорт тоже в таверне, остается вивер, остается легенд-коммандер, и наблюдаю сейчас земли, как у них падает трон, байбек от кристалмейден, байбек от Рейзера, просто нужно трон заканчивать, будут делать тп, врывается легенд-коммандер, тут же ее убивает просто, лопатами, запил просто, Мипа, да, тут надо сдаваться, один-один в серии, один-один, как я и предсказывал, как я и хотел, точнее, третья карта будет здесь, и...